Сколько у вас народу здесь? Здесь 8 человек вместе с тобой. Ну что, собирайтесь, документы готовьте. В один баллон куда-нибудь. Лес рубят, щепки летят. Заработки на заготовки древесины для этих наемных работников обернулись проблемами с законом. Масштабный рейд по борьбе с нелегалами устроили полицейские на севере края. Здесь, на границе с Иркутской областью, авиапатруль заинтересовали сразу несколько делянок. На территории каждого из таких урочищ трудится целая бригада. Трактористы, вальщики есть среди наемников и женщины. Живут лесорубы в маленьких балках, по несколько человек в каждом. Сомнений в законности самих порубок у полицейских нет. Все разрешительные документы на заготовку леса в порядке. Под вопросом законность пребывания рабочих на месте выясняется в составе бригады сплошь граждане Украины. «Официально у вас все договора есть, что вы можете работать там, но что мы не можем их держать там, оригиналы. Понимаете? Вот в чем дело?» Застегнутые врасплох мигранты связываются со своим начальником по телефону. Отговорки у нелегальных работников всегда одни и те же. Мол, документы в порядке, вот только начальник накануне приехал и забрал их на продление. На деле все гораздо прозаичнее. Гости из ближнего зарубежья имеют разрешение на работу только в Иркутской области. Но по факту живут и трудятся в Красноярском крае. Согласно федеральному закону, иностранцы не имеют права работать вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан патент. Данные иностранные граждане были доставлены в отдел полиции Кежемского района, где в отношении них были составлены административные протоколы по статье 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. За незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов. В данном случае организация, привлекшая иностранных граждан, была зарегистрирована в Иркутске, имела соглашение с данными иностранными гражданами. Данные иностранные граждане имели патенты по Иркутской области и осуществляли трудовую деятельность на территории Красноярского края незаконно. Расследование по данному факту продолжается. Нелегальных работников теперь накажут рублем и депортацией. Иностранцам грозит штраф до 5000 рублей. Работодателю же такое гостеприимство может стоить почти миллион рублей. За правовой оценкой незаконного привлечения к труду мигрантов мы обратились к юристам. У нас действительно только административная для юридических лиц предусмотрена ответственность. И можно разделить на два варианта. Первый – это когда у самого трудового мигранта, правильнее сказать, иностранного гражданина или лица без гражданства, нет необходимого разрешения, если закон его требует, или патента, или они оформлены на другой вид деятельности, если в самих этих документах это указано, или получены в другом субъекте Российской Федерации. И второй вариант – когда работодатель не имеет предусмотренного законным разрешения для привлечения иностранных работников. С законодательством предусмотрена ответственность от 250 до 800 тысяч рублей и административное лишение права заниматься этой деятельностью от двух недель до трех месяцев. Добавлю, что незаконное привлечение к труду иностранцев для нашего региона – не редкость. В стройплощадке, рынке и небольшие сельхозпредприятия – излюбленные места пребывания мигрантов. От соблюдения закона нелегальные работники чаще всего предпочитают убегать, причем в прямом смысле слова. За 11 месяцев текущего года на территории Красноярского края сотрудниками подразделений по вопросам миграции при взаимодействии с коллегами из других управлений проведено более 8 тысяч оперативно-профилактических мероприятий. За это время выявлено порядка 10 тысяч правонарушений. Тысяча гостей из ближнего зарубежья и еще столько же работодателей уже привлечены к ответственности. Работа по соблюдению требований миграционного законодательства продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok